Впервые за 370 лет существования мостовой проблема водоотведения начала решаться. 300 метров обновленных дренажных канав уже монтируют рабочие. А это значит, что проект «Сухая мостовая» успешно воплощается в жизнь. Канавы, засоренные мусором, выгребают ковшами тракторов и только после этого прокладывают коммуникации. Вообще на мостовой работы в рамках этой программы начались у нас с октября, с конца октября. На данном участке мы работаем 6 дней, планируем к следующей пятнице данную работу завершить. Большую роль в благоустройстве сыграло участие ТОСа в программе формирования комфортной городской среды. В этом году в ней появилось профильное ответвление, которое направлено на помощь именно территориально-общественным самоуправлениям. Сами же мистовчане приняли поддержку с благодарностью, но о своих делах не забыли. Местные предприниматели сами позаботились о территории рядом со старейшим храмом. Они собственными силами и средствами установили памятник павшим воинам-землякам и воздвигли поклонный крест. Вскоре они начнут мастить брусчаткой и храмовую площадь. Председатель местного ТОСа Владимир Сидоров с гордостью рассказал о преобразованиях в родном крае. Потому что здесь раньше и мусорки были, и машины ставили. А вот сейчас будет хорошее место, где могут подойти, допустим, те же школьники, те же жители. Подойти, отдать, как сказать, дань памяти нашим жителям, погибшим в Великую Отечественную войну. Молодой ТОС, двор речеников, тоже начал свое преображение. Раньше территорию рядом с 53-м домом на Нариманово называли «пьяным двором» из-за изопущенного вида и регулярных посещений сомнительных компаний. Но в этом году ТОСа улыбнулся с удачей, и он заметно протрезвел. Для того, чтобы войти в эту программу, надо было написать проект по благоустройству, в котором было бы софинансирование определенной суммы, которую закладывают как в дорожные службы, так и что мы могли сделать. В настоящее время в регионе завершаются работы по благоустройству ТОСов в рамках программы благоустройства. На воплощение инициатив жителей из областного бюджета было направлено 52 миллиона рублей. Виктория Черкова, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.